Ребятушечки, всем привет! С вами Натали и добро пожаловать на мой канал! Сегодня у нас вместе с вами будет примерка вещичек с Алиэкспресс. У меня здесь шмоточки, есть даже обувка, есть даже нижняя бельишка. Оу май! Труселя, труханы, трусишечки, трусосососочечки. Здесь будет много прикольных вещей. Все их померила уже до съемки. И поэтому расскажу свой полноценный отзыв. Ссылки на все вещи я, как всегда, оставляю в описании видео, в первом комментарии. Поэтому переходите, кликайте там туда и сюда, заказывайте. Ну и да, если вы любите такой контент, то, конечно, вы можете подержать меня большим пальцем вверх. Погнали! Давайте я, наверное, и начну с труханов. Эх, сколько тут у меня! Но дело в том, что они все идут по комплектам. Я заказала в одном магазине сразу несколько комплектов. Здесь их три. Начну, наверное, вот с такого. Сразу хочу сказать то, что, что мне понравилось, можно выбирать разные цвета. То есть там идет комплект, вот, допустим, из трех, но вы сами выбираете цвет. То есть вы там варьируете на свое усмотрение. Вы можете взять такие же самые труселя, но других цветов. Я вот, например, выбрала черные, белые и вот такие, как это сказать, типа пудровые, что ли. На примере черненьких покажу. Это такие обычные трусики. Они, кстати, хорошо тянутся. Я брала в размере М, если вам, конечно, это интересно, да. Вот так вот они выглядят. И в них особо какой-то фишки нет, потому что это обычные, удобные, повседневные труселя. Максимум, что я могу выделить в этих трусиках, то, что у них идет такая, типа, вставочка ажурная. Вот здесь по попке и сверху, вот прям на резиночке. Это, смотрите, симпатично. Простенько, симпатично. Я, кстати, розовые эти вот ношу уже вовсю, поэтому я не стала вам тут вот так вот именно на них пример показывать. Комплект таких труселей на момент заказа стоил 363 рубля. Следующий комплект труселей. Я специально их не носила, чтобы они, хотя бы можно было их показать нормально. Это тоже комплект из трех, но они такие идут уже со своей фишечкой. Я, кстати, взяла вот такие коричнево-серые, розовые нежные и вот этот такой какой-то серо-зеленый цвет. Давайте я на их примере и покажу. Что здесь прозрачные как бы вставки ажурные. Красиво это выглядит, видите? И маленький бантик вот здесь на резиночке. Сзади они обычные, закрывают весь ваш попец. На причинном месте, конечно же, здесь есть подкладка. То есть здесь двойная ткань, все прошито, все продумано. Я вот за такой движ, за простой движ, вот такие трусики самое то. Мне нравится. В общем, я в восторге. Наверное, что-нибудь еще закажу у этого продавца. И такой комплект стоил 349 рублей. Набор из трех. Ну и последний труселя. Здесь набор из пяти. Сейчас покажу, какие взяла оттенки. Во-первых, вот такой синий. Вот такой ядреный, красный. Мятный, очень красивый. Нежно-персиково-розовый. И классика, черные. Эти труселя идут... Ну, обязательно прям сейчас срать. Это такие кружевные трусики-шортики. Естественно, они прям вообще полупрозрачные. И знаете, чем они мне понравились? То, что у них нет явной резинки нигде. Они просто, скажем так, будут обтекать ваше тело. И вам будет комфортно. Ничего нигде не будет, не знаю, пережимать. Вы их надели и пошли. Конечно же, как я люблю говорить на причинном месте, тоже здесь есть такая подкладочка. С этим проблем нет. В общем, мне очень нравятся эти трусики. И то, что комплект из пяти, цвета можно выбрать, это очень-очень удобно. Я ставлю им лайк, лайчок. И такой комплект из пяти штук стоит 1022 рубля. Идем дальше. И теперь у меня такой небольшой камбэк в эмо-времена. Смотрите, какую я нашла кофту на Алиэкспресс. Сначала думала, заказывать, не заказывать. Потому что я сомневалась в качестве. Это красиво выглядело на картинке, но я боялась, вдруг в жизни будет какая-то, ну, какая-нибудь бебра рыхлая. Но по итогу это шикарная вещь. Короче, такая черно-розовая кофточка. Она идет типа как кроп-топ. Ну, то есть она вот здесь короткая. И рукава что-то вроде чуть подлиннее 3 четверти. Хочу сразу выделить, что ткань прям плотная. Она такая толстая. Очень-очень качественная. Вот если бы я не знала, что это Алиэкспресс, я бы, наверное, подумала, что эта кофточка куплена в каком-то неформальном модном бутике. Вот что-то такое. Она отлично сидит. Она очень приятная к телу, мягенькая. От рисунков я вообще в восторге. Котик. И вот тут, я так понимаю, это косточки скрещенные. Как вы думаете, косточки это или что? Напишите вот свое мнение в комментариях. Может быть, это какие-то иголки или кости. Ну, непонятно, короче, что-то скрещенное. Мне очень понравилось. По-моему, она была всего лишь в одном размере. То есть там one size, насколько мне известно. Но я вообще не пожалела. Я сейчас чувствую, ее заношу до одури, потому что я от нее в восторге. И такая кофточка на момент заказа стоила 1353 рубля. Вообще, знаете, у этого продавца, вот у которого я купила кофточку, у него такие, типа, неформально эмарские готичные вещички. И это еще одна вещь из его магазина. Короче, я заказала вот такой бархатный топ. Просто застегивается на шее. Здесь такой а-ля чокер, от которого идут атласные такие ленты, которые собой представляют что-то вроде пентаграммы. Ну, конечно, это, когда надета, мне не совсем понятно. Думаю, что этот топик особенно будет классно смотреться на девушку, у которых прямо такая явно наливная грудь. Я никого сейчас, если что, не хочу обидеть. Просто говорю по фактам. Ну, то есть, как эта вещь лучше сядет. И качество очень даже неплохое. Ну, есть, конечно, пару местечек, где вот ниточки чуть-чуть торчат. Но это не критично. Вообще, мне показалось, мне немного великоват этот топик. Это размер М. Но в целом топик советую. Если присматривать что-то подобное, то берите, как говорится, не стесняйтесь и не сомневайтесь. И такой топик стоил 633 рубля. Идем дальше, ребята. Сейчас мы с вами будем блестеть. Блестеть и сиять. Твою-твою мать. Короче, это блестящее платье, которое прям, знаете, обтягивающее такое. Обтягивающее. Его нужно надевать, когда вы еще не покушали. Но это я всего лишь говорю о своем, о больном. Вот, не принимайте ни в коем случае на свой счет. Господи, как оно красиво переливается. И у него идут тоненькие-тоненькие лямочки, которые представляют собой такие полупрозрачные ленты, обшитые камушками. Ну, то есть стразики здесь и тут. Конечно, с этими бретельками нужно очень аккуратно, чтобы их не порвать. Аккуратненько надевать, аккуратненько снимать. Одно неверное движение, я думаю, может все... Все оторваться. Но аккуратность, да, с этим платьем абсолютно нужна. Как с любыми, конечно, другими вещами. Также фишка у этого платья, что бюст тоже обшит этими самыми камушками. Оно прекрасно. Я хочу в нем какую-нибудь, может, новогоднюю фотосессию. Это платье явно на выход, для каких-то вечеринок, для каких-то мероприятий. И оно такое компактное, маленькое. Вот, смотрите, я его сложила. Оп. И все. С собой берете и погнали. Блестящее платьишко стоило 908 рублей, что я считаю для такого платья просто копейки. Сейчас мы с вами погрузимся в жизнь американских школьников. Это комплект из топика и юбочки. Это трикотажный такой комплект. Да, он мне немного великоват. Вообще, он в идеале должен прям обсасывать, обтягивать вашу фигурку, наверное. Но я как увидела на Алиэкспресс, такая, что-то интересное, давайте возьмем. Короче, здесь вот такая кофточка. На ней написано 97. Не знаю, что конкретно это значит. Ну, типа, мы с вами, я так думаю, болельщицы какой-то мальчишеской команды. Или по баскетболу, или по футболу. Стоим там, вот машем вот этими всеми пушистыми валанами. И сочетание вот этих оттенков, красный, белый и темно-синий, для меня максимально вот такой из американских таких глупеньких комедий, когда дела происходят в школе, вот что-то такое. Ну и юбка-карандаш. Она тоже идет как бы трикотажная, вот так вот на широкой резиночке. Все это тянется очень хорошо. В плане того, как это сидит, в плане того, как по ощущениям к телу, вообще никаких у меня нареканий нет абсолютно. Качество тоже неплохое за стоимость. Этот комплект, кстати, стоит 1231 рубль. И это прям тоже копейки для такого комплектика. Знаете, я хочу сделать какую-то фотосессию в стиле американской школьницы. Наверное, в этом комплекте. Так, дальше давайте я вам покажу обувь. Обувь у меня бывает редко как-то, но метко. Короче, у меня появились вот такие ботиночки, или полусапожки их, может быть, назвать. Я долго думала, в каком взять оттенки. Дело в том, что у продавца есть, по-моему, еще темно-темно-зеленый такой. Кажется, серый. Ну, короче, цвета 3 или 4 у данной модели, у ботинок есть. Но я решила, ладно, рискнуть заказать белые. Но они не идеально белые. Они, знаете, такие, как слоновая кость, что-то вроде молочные. Мне это даже нравится, потому что идеально белый цвет в обуви. Ну, не знаю, как-то не очень мне, наверное, нравится. А вот этот прям самое то. Меня сразу привлекли эти полусапожки тем, что у них такая идет массивная броская подошва. Стиль таких ботиночек, кажется, называется что-то вроде челси. Сунул ножку и пошел. Потому что здесь нет молний, здесь нет никаких застежек, ни шнуровки. Здесь просто вот резинка, чтобы вам удобно было засунуть. Можно, кстати, выбрать, чтобы внутри был мех. Можно без меха. Но мех, конечно, такое одно название. Он совсем вот прям небольшой такой слой мха, хотела сказать, меха. Чтобы ножке как-то было тепло. Я думаю, что сейчас на осень вполне еще можно поносить. И если не какая-то дубовая зима, там ужасно холодная, то тоже вполне себе можно. Не знаю, насколько они будут, конечно, скользкие, не скользкие. Это уже там надо испытывать. Обувь шикарная. Они качественные. Во-первых, они красивые. Мне нравится сама модель. Не слежу за трендами, но что-то подобное у инстаграмных девушек встречаю часто. Нигде не торчит никакие ни нитки, ни клей. Часто бывает на Алиэкспресс такой смотришь, приходит обувь. Ты смотришь вот эту вот часть, и там где-нибудь что-то подтекает. Где-то что-то маленечко вылезает. Нет, здесь все с этим окей. Все-таки и стоят эти ботинки 3725 рублей. Что для Алиэкспресс, я бы не сказала, что дешево. Это и не капец дорого, но и не дешево. Поэтому вот за эту цену это потрясающая обувь. Сейчас буду в ней ходить. Просто ждала, когда я сниму видео, чтобы показать вам их чистенькие. Все, Наташа, наконец ты можешь их надевать. И идти куда? Под откос. Так, дальше. Вот такая странная вещь, которая мне одновременно нравится и вызывает некие сомнения. Короче, я заказала все-таки гольфы с кошачьими лапками. Сначала мне попадались колготки такие на Алиэкспресс. С кошачьими лапками вот этими, с подушечками вот здесь. Но эти колготки стоили что-то около двух с половиной, трех тысяч. А такая, что? Причем они из какого-то тонкого материала. Я думаю, а вот порвутся они быстро. А за что такие деньги? А потом мне попались гольфы. Мне показалось это даже интереснее. Здесь как бы тоже идет такая плотная ткань, непрозрачная. Прям как я люблю, кстати. Я не люблю, когда колготки просвечивают чересчур кожу. Мне нравится плотность. Такие носочки-лапки, кстати, стоят 346 рублей. Я считаю, это вообще адекватная цена. Что мне нравится, чтобы они у вас не сползали. Вот здесь на резиночках есть резиновые вставки, которые будут держать на поверхность кожи и не дадут опуститься. И, кстати, эти вставки, вот только сейчас я замечаю, тоже в виде кошачьих лапок. Словно влажные кошачьи лапки вот здесь поставили. Почему неоднозначное впечатление у меня об этой вещи? Потому что, с одной стороны, мило. Кавай, там-то церняшка, что-то такое анимешное, да. А с другой, это немножечко по похю. В каких-то кругах, я думаю, может быть, и прощенством, или какими-то сексуальными фантазиями. Я не знаю, можно ли говорить эти слова на ютубе? Все мы с вами взрослые люди, вы поняли, о чем я говорю. Ну, а в целом, конечно, для каких-то фотосессий, для образов, забавная вещь, что-нибудь с ней придумаю. Как котик сфоткаюсь. Я котиков люблю, я сама в котиках переден, все будет хорошо. Ну, и последняя вещичка, которая, мне кажется, взорвет нафиг это видео. Я, по крайней мере, надеюсь. Я когда это увидела, такая, ммм, как красиво, как привлекательно. Такое платье в обтяг, вообще оно обтягивает все, что можно и что только нельзя оно обтягивает. Я даже не очень этому рада, я думала, чуть-чуть посвободнее будет. А-ля белоснежка, или подождите, какая белоснежка? Снегурочка, блин. Такое платье с пушком на рукавах, с пушком на подоле и с пушком на линии капюшона. Вообще, не знаю, то ли для каких-то там взрослых игр это платье назначается, не знаю. По-моему, в описании такого ничего не идет. Либо для каких-то образов, либо просто, если вы любите необычные вещи. И здесь написано Fashion Sexy Lounge. Ну, то есть, вы понимаете, какой-то намек, да, есть, да? Вот, размер М. Мне кажется, какой размер не возьми. Любой налезет, любой натянется, любой сядет как надо, потому что ткань, ну, прям вот очень тянучая. Да, труселя просвечивает, но, знаете, к таким вещам нужно пастельное прям белье брать. И желательно без швов. Не очень мне понравился пушок. Он выглядит как такая, ну, дешманская мягкая игрушка. Наверное, это все будет электризоваться. Такие, знаете, мысли об этом платье двоякие. Вроде бы для фотографии сойдет. Там сделать какой-то образ, снегурочку нарядиться или там не только снегурочку. Но вот, ну, это, знаете, то самое ожидание и реальность. Ты такой, аааа, посмотрел на согрет, а потом такой, ну, так бывает. Поэтому вы решайте сами, вы увидели, как отсидеть на мне. Если вы любите что-то такое тоже необычное, экстравагантное, и вам понравилось, как на мне это выглядит. Вперед из песни, как говорится. В принципе, вещь такая, ну, сойдет. Не прям вау, но сойдет. Стоило это платье 1195 рублей. Я бы, конечно, сказала, что должно это стоить подешевле. Но это только мое мнение. Не знаю. Вот такая у меня была примерочка. Надеюсь, видео вам понравилось. Обязательно пишите в комментариях, что вам понравилось больше всего. Если что-то, конечно, приглянулось. Ну, и если вы находите что-то интересное на Алике, обязательно делитесь ссылками здесь, в комментариях. Присылайте мне в директ, в инстаграме. Все, смотрю, что-нибудь заказываю. И вместе с вами находим годные вещички. Все, на этом я с вами прощаюсь. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok